Здравствуйте! В эфире новости премиусия. Студия Алиса Борцова и сегодня в нашем выпуске. Матвеева Курганская школа номер 3 отметила свой 45-летний юбилей. В Матвеево-Курганском районе состоялся благотворительный концерт в поддержку участников СВО за своих. Матвеева Курганская школа номер 3 отметила свой 45-летний юбилей. За 45 лет пройден большой путь. Сменилось поколение учителей. В стенах школы раскрылась не одна сотня талантов. Поздравить школу и педагогический коллектив приехали глава администрации района Дина Алборова, почетные гости, выпускники. С юбилеем вас, с праздником! И я уверена, что мы обязательно встретимся нашей дружной, любимой семьей и в 50, и в 100. Другого не будет, не ждите. Ну и конечно же, ну как можно прийти на день рождения без подарка? Антония Митальевна, я искренне поздравляю вас с праздником и вручаю вам сертификат на 100 тысяч рублей на нашей школе. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Дорогие любимые, всеми нами третья школа, разрешите мне поздравить всех вас с таким чудесным, довольно-таки очень взрослым юбилеем. От имени членов партии «Этина-Россия» хочу вам всем сказать огромное спасибо. И не только за то, что вы учите читать и писать, а спасибо вам огромное за то, что вы наших детей растите хорошими людьми и настоящими патриотами. А все потому, что в третьей школе была, есть и будет хорошая, самая лучшая команда учителей. За вас, дорогие друзья! Инновационные площадки, национальные проекты, мы везде участвуем, олимпиады. И самое главное, мы становимся победителями и призерами. А ведь счастье каждого учителя – это успех их учеников. Поэтому желаю успехов, здоровья и всего самого главного – творческих успехов. С днем рождения, дорогая школа! С днем рождения, дорогие учителя! Школа, ты мой уголок родной. В этом доме много пережито. Радость, слезы, счастье и печаль. Мы плывем по океану жизни. Школа – это солнечный причал. Действительно, школа является тем причалом, от которого отправляются в большую сложную жизнь ученики нашей школы. Горячо сердечно поздравляю и желаю педагогическому коллективу новых творческих успехов в деле обучения и воспитания наших участников. С праздником вас! Учащиеся и педагоги школы подготовили праздничный концерт. Танцы, песни, музыкальные выступления – каждый номер был проникнут самобытностью и эмоциональностью. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 В ходе мероприятия отмечены заслуги как действующих педагогов, так и ветеранов педагогического труда. АПЛОДИСМЕНТЫ Праздник стал настоящим праздником дружбы и солидарности для всей школьной семьи. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 В районе состоялся благотворительный концерт в поддержку участников СВО «За своих». Мероприятие посетили глава муниципалитета Дина Алборова, представители администрации района и сельских поселений, действующие военнослужащие, трудовые коллективы и все неравнодушные, кто хочет помочь нашим ребятам, участникам специальной военной операции. В этот день со сцены прозвучали песни о России, о любви, о красоте нашей Родины в исполнении Надежды Кондрашовой и Виталия Грибкова, которые давно покорили сердца слушателей. Проведение благотворительного концерта стало еще одной возможностью показать единство и сплоченность, которые важно сохранять, особенно сейчас. Проведение благотворительного концерта 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 Там сверху на нас кто посмотрит родными глазами. Они улыбались, как дети, и в небо шагали. Станем и ближе к ним станем. Станем, пока с нами рядом Господь. И истина с нами. Мы скажем спасибо за то, что победу нам дали. За тех, кто нашел свое небо и больше не с нами. Станем и песню затянем. Станем, придется сильнее пути. Наши вечная память между нами. Станем, любовь и гости. И останутся наши сын с вами до конца. Благодаря концерту было собрано 85 200 рублей. Я преклоняюсь пред вашим талантом. И я уверена, что все мы, сидя в этом зале, думали об одном. Вы напомнили наши души великой гордостью и счастьем. Счастьем жить на любимой Меусской земле. Где рядом самые талантливые, самые гостеприимные, самые добрые и любящие люди. Мы горды, что являемся частью России. Спасибо вам огромное. За ваш толпу, за ваш стержень, за красоту вашей души. Мы вас очень любим. Спасибо. Все вырученные от продажи билетов средства будут направлены на поддержку военнослужащих, находящихся в зоне СВО. Мы вместе, мы вместе, и единственная наша сила. Мы вместе, мы вместе, наша Родина Россия. Мы вместе, мы вместе, мы с вами велика дети. Мы вместе, мы вместе, мы вместе, с нашим Родину, как дети. Заведующий отделом социальной защиты населения администрации Матвеева-Курганского района Галина Колесникова рассказал об изменениях при оформлении социального контракта. Это пока все новости. Спасибо за внимание. В студии была Алиса Борцова. Всего доброго. До свидания. Здравствуйте, жители Матвеева-Курганского района. В 2024 году отделом социальной защиты населения продолжается работа по заключению социальных контрактов для оказания гражданам государственной социальной помощи. В зависимости от направления контракта, размер выплат в текущем году составит от 80 до 350 тысяч рублей. В 2023 году заключен 101 социальный контракт на сумму свыше 20 миллионов рублей. Информируем, что в связи с принятием федерального закона о внесении изменений в федеральный закон о государственной социальной помощи и федеральный закон о порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказанием государственной социальной помощи произошли следующие изменения. В состав семьи, учитываемый при назначении социального контракта, включаются заявитель, подавший заявление, супруг супруга заявителя, несовершеннолетние дети заявителя, в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных организациях. В состав семьи включаются все члены семьи, независимо от места регистрации. Расчет среднедушевого дохода семьи производится, исходя из суммы доходов членов семьи за три последних календарных месяца, предшествующих одному календарному месяцу перед обращением. Доход, полученный от реализации плодов и продукции личного подсобного хозяйства, не учитывается. Предусмотрено обязательное тестирование в рамках мероприятий, осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности и ведения личного подсобного хозяйства. Тестирование граждан, обратившимся за назначением социального контракта, производится в отделе социальной защиты населения по предварительной записи. Прохождение тестирования возможно только при наличии у граждан учетной записи на едином портале государственных и муниципальных услуг. Тестирование проводится однократно. При прохождении тестирования гражданам необходимо иметь при себе паспорт ИНН СНИЛС. При неудовлетворительном результате по итогам прохождения тестирования решение о заключении с ним социального контракта принимается только после успешного прохождения обучения в центре «Мой бизнес». Обучение для развития предпринимательской компетенции осуществляется без взымания платы с гражданина. В рамках заключения социальных контрактов по вышеуказанным мероприятиям срок рассмотрения заявлений увеличивается с 10 до 30 рабочих дней. За более полной информацией вы можете обратиться в отдел социальной защиты населения по адресу поселок Матвеев-Курган, улица Гагарина, 12 или по телефону 31450. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.